При этом, конечно же, в нашем проекте точно так же, как и в любом другом проекте, есть блокчейн, есть место токенам, есть место иксам и так далее. И так, наверное, будет с каждым проектом, который пойдет в этот период. Ну да ладно, я в этом больше не буду. Суть проекта, все очень просто. То есть децентрализованная система финансирования для малых средних предприятий, для микро-малых средних предприятий через токенизацию актива и конечного продукта. В данном случае, если взять, например, службу такси, мы называем километр пробег этого автомобиля. Если мы возьмем, например, компанию, которая занимается энтронеком, это будет один гибрид рачки. Если мы возьмем компанию, которая занимается электронеркой, это будет один балаларь или так же. То есть у каждого рынка есть некая атомарная единица ценности, которую мы создаем. Есть огромный рынок, который эту атомарную единицу ценности обслуживает. Так вот, что мы предлагаем, точнее, немножко оправление. Проблема, на сегодняшний день объем дефицита ликвидности в мире, в микро, малом и среднем предприятии составляет 5,2 триллиона долларов, это данный на месяц 2017 года. Для сравнения, на конец 2013 года, и об этом говорит тот же самый источник, это World Bank, значит, объем дефицита ликвидности составлял по разным оценкам от 2,1 до 2,6 триллиона долларов. То есть видим, что рост дефицита ликвидности за три года составил 100%. Отлично. То есть малосредний бизнес, в принципе, никому не нужен, это какие-то странные люди, которые не теряют 60% ВВП в мире и 80% рабочих мест. Но почему-то их финансировать никто не хочет. Значит, а откуда проблемы? Я здесь специально не писал следствия, я писал, скажем так, те причины, которые уже тогда будут условия. Так вот, если говорить про предпринимателей, почему их денег не надо дарить? Первое, это зарегулирование взрывка, то есть на сегодняшний день банки, резиновые компании и любые другие организации, связанные с классическим финансовым рынком, имеют какое-то количество, скажем, документов и регламентов, которые определяют их подход к выбору заемщика, к определению его убедительного трейтинга, определяются лимиты финансирования, определяются резервы и так дальше. Так вот, все эти замечательные вещи я постарался перечислить, по крайней мере, основные, тайные и ВСИ, и базы, там 1-2-3 рейтинга, которые к этому безобразию приводят. И, конечно же, это устаревшие методики оценки архива. Следствием из всего, что я перечислил, является то, что, например, в России больше 70% заявок на финансирование от микро, малого и среднего бизнеса не удовлетворяются и отказываются. Это приводит к сокращению количества рабочих листов, это приводит к плотному лицевых рынках, это приводит к плотному предприятию и так далее и так далее и так далее. Экономика не развивается, все здорово, не олицет ликвидности для России по малому и среднему бизнесу, по-моему, 230 миллиардов долларов, на свою очередь. Есть еще инвесторы в этой истории, у них тоже все не слава богу. То есть, когда мы говорим про малый средний бизнес, они воспринимают эту историю как историю, в которой нет денег и в которой нельзя доверять. И это не безосновательно, потому что, если говорить о той чистоте актива и той, скажем так, его понятности для инвесторов, то она, как бы сказать, стремится к нулю. То есть, сложность оценки активов предприятия, непрозрачность, малого среднего предпринимательства и дефицит проверенной информации о рынке, непосредственно, в который мы предлагаем инвесторам зайти, они ставят жирный крест на всем желании инвестора что-либо делать и каким-то образом даже смотреть в сторону рынков и малого среднего предпринимательства. Что мы предлагаем? Мы предлагаем тегенизировать атомальную ценность рынка, через автоматную ценность рынка тегенизировать актив, установить очень внимательный конкурс за этим активом и в постоянный режим информировать и инвестора, и непосредственно сам предприниматель, которые получат финансирование на том, что на самом деле происходит. Если говорить о том, что это может быть для инвестора и в каком виде эти активы попадают на рынок, это два варианта. Первый – это классические токены, непосредственно тех компаний, которые будут икенизировать актив, непосредственно те активы, которые мы икенизируем, и ценный конечный продукт рынка, то есть здесь будут иксы, и это как раз про то, про что мы с вами говорим, это припа, это иксы и так далее. Если мы говорим про второй вариант, там есть секьюрити, страшное слово, ценные бумаги. Так вот, у нас есть решение, которое позволяет смарт-контракт или тегенизированный актив превратить в классическую депозитарную расписку и предложить ее институциональному инвестору на фунду рынка. Соответственно, несмотря на ход интернетов, который мы с вами слышим и видим, что надо инвестировать в блоки, к крипту, получать акции и так дальше, я уверен, что в ближайшие еще 5-7 лет мы с вами будем слышать про фиат, будем слышать для него много, но он будет всем интересен. Поэтому, как раз и строим хвостик между рынком фиата и рынком блокчейн и крипты, то есть смарт-активы, которые можно будет заходить за фиат. В принципе, на ней разработано большое количество решений на данный момент, это и стандарт оценки, это и решение для оценки, это биржа для специалистов-экспертов по оценке, это решение для демонстрации этого актива. Если говорить про команду проекта, она достаточно опыта. Мы 10 лет в этом бизнесе. Свой первый миллиард в этом бизнесе мы сделали в 2012 году. То есть мы как бы на SEO выходим не потому что, ну как бы нет других вариантов, а потому что то обмен фондирование, которое нам нужно для того, чтобы набрать необходимую уровень эффективности, к сожалению, находится за рамками наших возможностей. В проект на сегодняшний день инвестировано 90 тысяч часов R&D, исследований и разработок, и около 4 приемных долларов между собственными инвестициями. Токен сейл мы планируем стартовать 25 февраля, об этом мы специально объявим, и безусловно по этому поводу соберем подобное мероприятие. Обратимся к Оле, я думаю, она нас не просит. Так что будем рады ответить на все ваши вопросы, будем рады услышать предложения. Если есть какая-то критика, особенно конструктивная, с удовольствием готов ее обсуждать. Так что открытый к диалогу, спасибо большое. И давайте поаплодируем генеральному платформу Антону Риско и задавайте Славоколу Суббитонию. И я знаю, что у нас наши гости спрашивали, такие про майни. И вот Денис Славокол и его проект не майнил. Давайте вам приветствуем. Здравствуйте. Я хочу спросить, а кто не хочет бесплатно проехать в гости? Есть такие желающие, кто хочет бесплатно поехать в гости? Если такие желающие есть, то ходите повыше. У нас есть возможность для каждого из вас организовать бесплатную поездку в гости. Дальше, а мы... Мы собираем чемодан. Возьмите мой метроход, Денис. Тут все говорят о миллионах, говорят о миллиардах. У нас намного меньше маленькая синичка, но ее можно будет взять и воспользоваться достаточно просто и легко. Если вы заинтересуетесь, Алексей, поднимите руку, пожалуйста. Вот там стоит молодой человек, его зовут Алексей. У Алексея нужно взять визитку, а после этого подойти ко мне. Я объясню, что у нас есть. Наша компания занимается... Туда, да? Ты снимай туда. Все хорошо. Ольга, еще раз, ну, подожди. Но это не отличие, я не могу агланирую, для вас. Это лучший бизнес поучек. Так, поучек. А сейчас можно вы продаете за должное? На большинстве. У нас в нашем паркете есть запах, пожалуйста. Мы продаем оборудование, создаем их по структурам. Все наверняка слышали про золотые аппараты, про золотые аппараты. Но вы прекрасны шлистность по продаже лопаток. Мы фактически продаем современную лопатку. Мы строим инфраструктуру, для которой заработает магия. И мы не просто строим инфраструктуру, мы строим эту инфраструктуру в Норвегии, в России и в Санкт-Петербурге. Если вы заинтересованы простой помощью, подвижением Роспута, можете подойти к Алексею, получить данные, и мы с вами сможем прекрасно организовать для вас интереснейшую поездку. Я, наверное, не буду подробно останавливаться на проекте. Если кто-то заинтересуется, приходите, будем разговаривать. Спасибо большое и всем хорошего вечера. О роликах надо включить свой. Сергей. У нас есть прекрасный промо-ролик про контейнеры, в которых живут мои. Начнем. Продолжение следует...